В 2020 году выручка турсектора Франции упала со 150 миллиардов евро до 89 миллиардов, то есть более чем на 40 процентов. Половина убытков, это около 32 миллиардов, приходится на иностранных путешественников, остальная часть – потери внутреннего туризма. Несмотря на огромные убытки, Франция оказалась более устойчивой, чем другие направления. По словам министра туризма, все благодаря гостям из соседних стран и самих французов. А вот в соседней Испании не просто обвал в сфере туризма, а настоящий коллапс. Приток иностранных гостей в страну упал на 80 процентов. Если в 2019 году Испанию посетили 80 миллионов человек, то в 2020 всего 19 миллионов. Особенно сильно пострадал пляжный туризм. Вот такую картину сейчас можно наблюдать на Канарских островах. Пустые шезлонги, безлюдные променады. Ограничения на поездки в регионе привели к тому, что гостиницы практически опустили. В результате местный бизнес оказался на грани краха. Прямо сейчас ситуация катастрофическая. За день может не быть ни одного посетителя. Говорят, что прибудет больше туристов, но мы пока их не наблюдаем. В неделю бывает пять рейсов. Этого недостаточно для заполняемости всех островов. Минувший год стал худшим для туристической отрасли Испании. По словам специалистов, дело не только в ограничениях из-за пандемии, но и снижении покупательной способности населения. Сейчас среди испанцев, в том числе в связи с Брекситом, нарастает тенденция к сбережению денег. А вот в Австрии, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, открыты горнолыжные курорты. Однако только для местных жителей с соблюдением правил безопасности. Подъемники работают, но гостиницы, кафе и клубы нет. Но все равно на альпийские склоны устремились тысячи жителей. Многие не соблюдают дистанции. Власти требуют усилить меры безопасности. Напомню, в Австрии решили продлить жесткий локдаун. Мы здесь, потому что наше существование разрушается. Мы верим в социальное дистанцирование, гигиену и заботу друг от друга. Это самое главное. Но в какой-то момент страдания от этой диктатуры свыше необходимо остановить. Мы больше не можем смотреть, как все идет на смарку. А это Таиланд. Люди веселятся и танцуют в Бангкоке. Никаких масок и социальной дистанции. Увы, этим кадрам исполнилось пять лет. В этом году улицы столицы почти безлюдны. Две с половиной тысячи местных туристических компаний отказались от лицензии на ведение бизнеса из-за жестких пограничных ограничений. Отмечу, 20% ВВП Таиланда приносит туризм. Поэтому возвращение путешественников спасло бы бизнес и сохранило работу людям. Но правительство не стало ослаблять правила карантина, которые оттолкнули почти всех любителей тайского отдыха. Ну вот, Вера, туристы не горят желанием отсиживать две недели карантина у окна отеля. И я думаю, что их можно понять. Ну, а что делать? Спасибо о потерях в туристическом секторе во время пандемии, рассказала Асим Хасенкоза. Ну, а мы продолжаем.